Всем привет! Появилась в моей жизни женщина, которая ну очень долго собирается в мой бизнес, в мою команду, решает свои внутренние проблемы. Но уникальность этой женщины состоит в том, что она является постоянным поставщиком идей для моих все новых и новых видеороликов. Своими заблуждениями, своими ошибками, своими переживаниями, какими-то там фобиями эта женщина постоянно наталкивает меня на мысль о создании все новых и новых видеороликов. И вот вы сейчас смотрите один из таких. Вчера пишет мне по скайпу Таль, мы в любом случае будем работать с тобой в одной команде, но я теперь поняла, что для того, чтобы стартовать в бизнесе, необходима целевая аудитория, кроме денег. И вот ею я сейчас и занимаюсь. Никогда не понимал, как можно заниматься целевой аудиторией, особенно в интернете. и созрел материал. Если бы, дорогие мои наивные будущие сетевики, все было бы так просто. Если бы можно было зайти в тот или иной бизнес, найти свою, ту самую целевую аудиторию, забабахать громадный товарооборот, заполучить чек с большим количеством знаков, если бы можно было создать таким образом простым, вообще ненапряжным, крутую команду, то в сетевом маркетинге были бы абсолютно все. Давайте представим другую сторону медали. Есть компания, которая занимается продвижением добавок к топливу. Продукта, позволяющего экономить топливо, позволяющего защищать автомобиль от некачественного топлива. Казалось бы, целевая аудитория автозаправочной станции, нефтебазы, нефтеперерабатывающие заводы, таксомоторные парки, автопарки, дальнобойщики и все. И ты в шоколаде, и ты можешь купаться в деньгах. Но если бы так и было, то у меня не скромный вопрос, нахрена тогда компании были бы, дистрибьюторы нужны? То есть, ну все нормально, компания сама бы обратилась напрямую на эти самые нефтебазы, на эти самые нефтеперерабатывающие заводы, к владельцам частных или государственных автозаправочных станций. Обратилась бы в таксомоторные парки, обратилась бы в автопарки, ко всем этим дальнобойщикам, всем бы начал отпускать продукт и с определенными интервалами получать за него оплату. Зачем кормить лишний рот? Зачем кормить лишнее колено? Давайте представим компанию, которая продает продукт в сегменте wellness, так называемый, например, антиэйджинговый продукт, то есть продукт, который замедляет старение, продукт для молодости, ну и так далее. то есть, казалось бы, кто целевая аудитория для компании, имеющей подобный продукт? Это врачи, косметологи, это врачи-диетологи, специалисты из салонов красоты, косметическая хирургия, пластическая хирургия и все. Все в шоколаде, все при деньгах, команда большая. С другой стороны, зачем нужна эта команда? Компания бы сама напрямую обратилась ко всем этим косметологам, диетологам, пластическим хирургам, к владельцам салонов красоты и бай-бай-дистрибьюторы. Зачем вас кормить? Точно так же, если бы речь шла о компании, которая занимается производством и продвижением продуктов для похудения. Собрали всех толстых, сказали, теперь вы можете худеть, потому что толстые, это значит давление, потому что толстые, это значит какие-то онкологические проблемы, да миллион вообще проблем, сахарный диабет и так далее. И все, проблема решена, отлавливаем на улице каждого толстого. Но почему-то именно так бизнес не развивается. Почему-то целевая аудитория в сетевом маркетинге не работает. И именно те люди, которые систематизируют свои контакты, каталогизируют свои контакты, фильтруют свои контакты, наклеивают на всех ярлыки, этому бизнес не пойдет. Этот бизнес не для него или не для нее. Она в этом бизнесе не преуспеет. Этот бизнес нужно показать тому, тому, тому и тому, первому, третьему, седьмому, одиннадцатому и так далее. А второму, четвертому, шестому, восьмому не показывать. Эти люди, как правило, ничего не добиваются в МЛМ, сдуваются, натыкаются на грабли, на недопонимание, на какую-то даже иногда враждебную агрессию, получают отказы, сдуваются, говорят, этот продукт плохой, и им кажется, что это так и есть, ведь они предлагали продукт, казалось бы, тем, кто в этом продукте больше всего заинтересован. В итоге, получается, что продукт туфта, что компания туфта, что лидеры туфта, что наставники туфта, и вообще вернули бы вы мне тут деньги. Кто-то молча опускает руки, уходит, кто-то пытается немного поскандалить и уходит, кто-то устраивает какие-то войнушки и уходит. Более того, многие разочаровываются в сетевом маркетинге и говорят, что это модель мошенническая, аферистическая, и денег здесь не заработать. А проблема-то на самом деле в тех людях, в тех лузерах, которые либо встретили на своем пути болванов-наставников, либо слушали нормальных, адекватных людей, которые говорили им нормальные, адекватные вещи, но не слышали, делали свое, придумывали велосипед, и в итоге у них ничего не получалось. Сетевой бизнес, многоуровневый бизнес, это такая уникальная модель, которая позволяет и предполагает предлагать свой бизнес абсолютно всем, независимо от пола, от национальности, от возраста, от гражданства, вообще нет никакой фильтрации. Фильтрация это разрешенный для данной страны возраст введения независимого интернет-предпринимательства или просто предпринимательства на земле. Вот и все ограничения. И как только мы начинаем играть с людьми в ромашку, мы проигрываем. Бизнес будет тогда успешным, когда мы будем предлагать его абсолютно каждому. Более того, жизнь, опыт, статистика, неумолимая статистика говорит о том, что в тот же самый бизнес, в котором продвигаются добавки к топливу, топливные присадки, более успешнее заходят, например, парикмахеры, продавцы, владельцы каких-нибудь салонов красоты, колбасных цехов, но никак не люди, работающие на нефтеперегонном заводе или на нефтебазе или владельцы таксомоторных парков. Продукты для похудения приобретают и продвигают худышки, и совсем еще молодые ребята преуспевают в компании, которая занимается продуктами против старения. Вот такая удивительная ситуация. И все это потому, что люди предлагают свой продукт либо свою услугу абсолютно всем. Вот есть список контактов и по нему они колбасят и колбасит. Началась фильтрация, вы проиграли. Началось наклеивание ярлыков, вы проиграли. начались какие-то умственные процессы, этому этот бизнес пойдет, этому не пойдет, вы проиграли. Тут все очень просто, предлагайте всем. Одни откажутся навсегда, одни откажутся, чтобы прийти потом, одни откажутся и начнут за вами наблюдать, как вы преуспеете в этом бизнесе и потом придут к вам. Предлагайте бизнес правильно, но всем. Не ищите свою целевую аудиторию, она вам здесь не нужна, она для вас это тормоз. Тормоз в развитии. Все пока, с вами был Таль Шахар, не забудьте поставить лайк и поделиться с друзьями этим видеороликом, если он вам понравился, если не понравился, ну напишите в комментариях почему. Желаю вам больших чеков. чеково. Спасибо. Продолжение следует...